Ready, set, go! По словам Николая, он давненько подумывал о том, чтобы нанести родной Березовский на карту своих бейс-прыжков. Но проблема в том, что в этом городе нет зданий выше 16 этажа. А для опытного бейсера такая высота не особо-то интересна. Но тем не менее, родина есть родина. И Ник Бумер погожим ясным солнечным мартовским деньком прогулялся по городу и нашел спиток подходящих для прыжка зданий. Достаточно высоких и с удобной площадкой для приземления внизу. Премьерным домом, который опрыгал в Березовском Ник Бумер, стала 16 этажка на восточной 11. Николай залез на общий балкон верхнего 16 этажа и в стиле static line, прикрепив к экзиту, то есть к перилам балкона обрывную стропу, сиганул вниз, снимая бейс-прыжок на головную камеру 360 градусов. Ну и успешно приземлился. С технической точки зрения ничего особенного. Но на личной бейс-карте Ника Бумера появился новый город, его родной Березовский. С почином, Березовский! На этом можно было бы этот репортаж и завершить, но вчера вечером случилось неожиданное продолжение бейс-темы. Не всем в Березовском понравилось появление такого явления природы, как бейс-джампинг. И вчера в гости к Николаю припожаловал полицейский. И не какой-нибудь участковый, а вот прям сотрудник уголовного розыска. В течение часа Николай с ним беседовал, написал объяснительную. Но чем это все кончится, пока непонятно. То ли Ника Бумера, как всегда, просто пожурят, или же ему нарисуется административка. Мелкое хулиганство. Ну, сами понимаете, всего 16 этаж для бейса, конечно же, мелкое. И Николай готов, как в некоторых ситуациях раньше, заплатить за свое смертельно опасное развлечение 500 рублей, но совершенно не хочет отхватить 15 суток ареста, что теоретически возможно. От себя просим Березовских угрозовцев сильно Николая не карать. Ведь он одна из экстремальных достопримечательностей наших широт. И благодаря ему и его немногочисленным коллегам мы можем констатировать, что на Среднем Урале бейс жив.